Когда я получила золотую медаль, я поняла, что в университете мне красный диплом не нужен. На самом деле, ананас купил и ешь его весь день, жуй его весь день. Я такая, ну ладно, никто ничего такого не писал в комментариях, в итоге и она прыгала. И это тоже был ее первый прыжок. Там полностью с потолка до пола была какая-то накиданная куча вещей. То есть она такой местный, да, местный, я не знаю, как ее назвать, местный бухарь, ну вот как-то так. Есть люди, которые знают о том, что я записываю интервью. И одна женщина мне сказала, что вот есть молодая женщина, с которой тебе нужно обязательно поговорить. И, естественно, мой вопрос был, почему? Почему? И она мне сказала интересную фразу. Она сказала, что эта молодая женщина ставит себе задачи довольно сложные и всегда практически их добивается. Это на самом деле так? Мне кажется, что пока так оно и есть. И, если честно, не знаю, почему так, но всегда у меня есть какие-то картинки в голове, которые получаются, что с течением каких-то обстоятельствах сбываются. И, если там полгода назад или год назад мне казалось, что это вообще как-то нереально, но сохраняя эти картинки в голове и думая постоянно об этом, это в итоге получается. Изначально из какой вы страны и как давно вы в Канаде? Я изначально из Белоруссии и я из маленького города Пинск. И это не Минск. Понятно. Все думают, что я шучу, когда я говорю город Пинск, потому что его не все слышали. Это небольшой город Брестской области. И переехала я в Канаду пять лет назад. Получается, отучилась в городе Минск. И через пять лет, уже точнее пять лет живу в Канаде, в Торонто. Почему? Почему вы уехали? Это очень хороший вопрос. Основной причиной было понимание, что, наверное, в Белоруссии я не смогу полностью осуществить, воплотить, точнее, все свои мечты и какой-то потенциал в плане карьерного роста. Потому что мне всегда хотелось больше работать на какую-нибудь нереально крутую компанию и развиваться в диджитал-сфере. А еще пять лет назад идти не было на таком уровне, например, на котором оно сейчас. Или, по крайней мере, было год назад. Поэтому я понимала, что мне куда-то хочется уехать. И так получилось, что это оказалось Канадой. Но там вообще есть история, которая предшествует моему переезду в Канаду. Я могу, конечно, немножечко рассказать, очень коротко. Потому что я путешествовала по Work and Travel USA 4 года подряд. И как-то у меня была поездка. Я просто сняла машину сама и поехала путешествовать по нескольким штатам. Посмотрите, Невады. Здесь нет ни одной машины. В общем, я думаю, куда навигатор ведет. Да, то есть мне было 20 лет. И так получилось. Обычно я путешествовала с друзьями, которые были тоже из разных стран. Там Словакия, Польша, Финляндия. А в этот год у меня поездка получилась так, что я еду одна. Не было никого. И на самом деле это была самая незабываемая поездка в моей жизни. Потому что я столько думала. То есть побыть наедине с собой иногда бывает очень полезно. И в результате этой поездки я оказалась очень близко с Канадой. То есть на границе с Канадой. Я путешествовала по национальному парку. И вот именно Канада мне пришла в голову. Я такая, ой, я никогда не была. Надо посмотреть, что там вообще можно найти. Может, я туда переехать или что-то такое. То есть это была первая мысль, которая меня в итоге привела в Канаду. Пока вы ездили по Америке, то есть где вы останавливались? Вы были совершенно одна. Насколько это небезопасно вообще? Где вы ночевали? Ой, это было, да. Это было очень интересно. Моя мама, кстати, узнала про эту поездку уже постфактум. И была в ужасе, наверное. Она была в ужасе, да. Поездка была на самом деле суперинтересная. С Мичигана я прилетела в Сан-Франциско. Сняла там машину. С Сан-Франциско я поехала в Yosemite National Park. Невероятно красивый. Там классная история, что я оставалась у местных ребят, которые работают в парке. То есть я переночевала у них в их такой палатке. Только как глэмпинг стайл. И после этого я поехала в Yellowstone. В Yellowstone мне пришлось переночевать на парковке. Я ночевала иногда в машинах. И просыпалась там утром рано, ехала за рулем. На самом деле это было достаточно, не то, что рискованно, а молодой, зеленый, так сказать. Я бы, наверное, сейчас так не сделала. Но так хотелось путешествовать, так хотелось посмотреть. Я вот что хотел спросить. Алин, вот хотел немножко приостановиться на секунду. Вы говорите, что вы с большим удовольствием путешествовали по Соединенным Штатам. И вдруг пришла мысль побывать в Канаде и уехать в Канаду. Вот где логика? Да, согласна. Логика, на самом деле, очень простая. Ну, точнее, не логика. Тут уже включился немножко мозг и начал просчитывать, какие есть варианты, как можно остаться в Штатах и почему, например, остаться сложнее, чем переехать в Канаду. И у меня была, получается, открыта виза. Она называется J1. Это для как раз-таки вот программы по work and travel. И после этой визы J1 очень сложно открыть какую-либо визу. То есть там есть определенное время, после нее нельзя поддаваться. Был вариант остаться в Штатах и поменять статус с J1 на статус студента прямо в стране. Но, опять-таки, это тогда нужно поступать. Я посмотрела цены на колледжи или университеты в США и понимаю, что там какие-то нереальные деньги, которых просто нет. То есть потом посмотрела Канаду, когда вот подумала про эту страну. И такая вот, возле Америки, ну, надо посмотреть, что там вообще есть. И цены на учебу в Канаду гораздо ниже, чем цены на учебу в США. Почему так, я не понимаю. Особенно, когда ты переводишь в доллара US, канадский доллар, то это в раза 4 дешевле. Я знаю, что вы, путешествия по Соединенным Штатам, по-моему, там пытались учиться серфингу и останавливаясь у серфера в доме. И мало того, что он просто серфер, он был еще к тому же и нудист. Как вы туда попали и почему вдруг вы оказались у него? Я, кстати, любительница, особенно раньше была таких, как сказать, crazy путешествий, где мы останавливались по каучсерфингу. Каучсерфинг — это программа, где ты находишь своего хоста. Ну, точнее, это не программа, это платформа, где много хостов, и ты просто можешь там переночевать несколько дней бесплатно. И я частенечко практиковала остановки по каучсерфингу, и в одну из поездок я поехала на Гавайи. И, опять-таки, еще плюс — это эконом-режим. То есть тебе не нужно платить, тебе нужно просто приехать, поиграть в игру со своим хостом, чтобы ты все равно, как бы, это, так сказать, дань уважения за то, что он тебя принимает. Вот, и в один из разов я нашла, ну, такой был дедуля, вот он прям такой милейший, и мне кажется, ему уже вот лет 80 было. И я смотрела, что, естественно, ты смотришь перед тем, как кому-то писать отзывы от реальных людей, и у него было около 500 отзывов, ну, очень много. И большинство отзывов там от девчонок, то есть я такая, окей, можно писать, вроде выглядит ни одного плохого отзыва, все очень nice, так сказать. Ну, и я написала, он подтвердил мои даты, он сказал, да, без проблем, приезжай, тут у меня будут еще одни девчонки останавливаться в одно и то же время. Ну, и там была такая заметочка. Если вы, ну, то есть я хочу вас предупредить, что мой дом — это close-free house. Я, если честно, не до конца поняла, что такое close-free house, я такая, ну, ладно, типа, никто ничего такого не писал в комментариях, в отзывах, ну, close-free, так close-free, поехала. И все, в принципе, начиналось очень нормально, то есть я приехала, вообще он даже встретил, отвез меня в магазин, спала я на таком матрасике на полу, то есть это тоже нормальная практика, то есть когда ты в каучсорфинге, ты спишь, ну, где тебе предложат, то есть ты как бы понимаешь, что там не будет пятизвездочного отеля. И я вот утром просыпаюсь и понимаю, что реально close-free, а где одежда? И он такой, он просто так себя чувствовал натурально, и это все было так естественно, что на самом деле после пяти минут моего жуткого смятения и красного лица я, в принципе, стала себя чувствовать тоже очень естественно, то есть смотришь в глаза, разговариваешь, не обращаешь внимания, ну, то есть для гостей close-free было optional, то есть если ты тоже в этой теме, то есть ты, пожалуйста, хочешь в одежде, хочешь без одежды. Алина, вы там в промежутке сказали, что надо поиграть с хостом, с владельцем, в каком смысле, что имеете в виду? Ну да, наверное, звучало странно. Да. На самом деле, то есть, как правило, когда останавливаешься, хостами становятся люди, мне кажется, которым скучно, то есть которые, например, остались одни, у них далеко семья, они не работают, они на пенсии, например. Есть, конечно, и молодые ребята-хосты, им просто интересно знакомиться с разными людьми, но мне почему-то попадалось чаще, когда люди уже в возрасте, у них есть место, где остановиться, и им реально кайфово знакомиться с новыми людьми и проводить с ними время. Поэтому, можно сказать, оплата твоей остановки – это твое время, проведенное с принимающей стороной. Понятно. Я знаю, что там же, на Гавайях, вы прыгали из парашюта, то есть я так понимаю, что вы в своей жизни уже практически все перепробовали. Это был первый прыжок? Это был первый прыжок, да. И на самом деле смешно, что я еще уговорила девчонок, которых, вот, считай, познакомила с ними пару дней назад, еще одну уговорила поехать со мной. Мы абсолютно обезбашенно купили билеты, ну, то есть на сам прыжок, доехали до этого места и прыгнули. То есть эта девочка вообще даже не планировала прыгать. В итоге и она прыгнула. И это тоже был ее первый прыжок. Ну, не было там, когда показываю в самолете, человек упирается руками-ногами, ради бога, отпустите, не буду прыгать, ничего такого не было? У меня не было. Мне было очень интересно прыгнуть, правда. То есть я смотрела вниз, и я сразу же даже отпустила руки. У меня какие-то были невероятные эмоции. И, наверное, в этот момент, когда я прыгала, я думаю, блин, сколько возможностей в жизни, это вообще невероятно. Элементарный страх был. Вот земля приближается, я на нее лечу, вдруг там останется от меня ямка, и все. Не было ничего такого? Честно, не было. Было немножко страшно, когда я села в самолет, и мы взлетали. Но мне было страшно из-за того, что всех пристегнули, а мой инструктор, он такой, он на расслабоне сидит, и такая, парень, ты меня вообще собираешься пристегивать или нет? Он такой, не волнуйся. Ну, вот я там немножечко попереживала, но потом думаю, ну, все. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вы закончили школу с золотой медалью. Угу, было дело. Так вот меня интересует, есть от нее вообще какой-то толк, вот, если вы получили ее там, живете там, или вы получили ее там и живете здесь? Вообще вы считаете, ну, я так понимаю, что это удалось вам наверняка каким-то определенным большим трудом. Ну, наверное, золотые медали и красный диплом просто так не раздают. Стоила она того? Я вам так скажу. Когда я получила золотую медаль, я поняла, что в университете мне красный диплом не нужен. Вот и все. И я не тратила время на предметы, которые я понимала, мне вообще никак не понадобятся в моей жизни, потому что система образования построена очень интересным образом, что куча предметов, то есть 5 экзаменов, там 13 зачетов, это же нереальное количество информации, которые вообще никак нельзя усвоить адекватно на хорошем уровне. Поучившись в Канаде, я поняла, что адекватное количество предметов это 4-5. Это ты реально можешь их усвоить и сказать, я знаю это. Каким образом вы учились в Канаде? На кого? За счет чего? То есть надо же было как-то себя содержать, помогали родители, вы сами как-то зарабатывали. Как это у вас происходило? Вообще, на учебу в основном мне, конечно, помогли родители, часть учебы. Но до этого, так как я работала по Walk & Travel USA, в последний год я, мне кажется, просто выгрызала часы, выгрызала работу как могла, и у меня получилось заработать достаточно большую для меня, наверное, такую достаточно первую большую сумму денег. И я ее использовала, опять-таки, для учебы и оплатила первые 2 месяца проживания в Канаде. Так вы мне не сказали, на кого вы учились? Эта программа, которую я выбрала, она была из тех программ, которые были доступны интернациональным студентам. Все программы, которые были больше в digital, они были только для местных ребят. Только через несколько лет появились в других колледжах эти программы, которые больше фокусируются на тех предметах, которые мне были тогда в то время интересны. Поэтому, опять-таки, это была самая дешевая, так сказать, программа, самая короткая программа, то есть это минимум год, это то, что нужно, опять-таки, для эмиграции. И у меня был минимум год после учебы работа. То есть минимум год работы — это то, что мне нужно было, так сказать, получить и закончить, набрать эти часы, опять-таки, чтобы мне хватило для эмиграции. И, опять, если кто-то будет смотреть из ребят, которые планируют такой же путь, я никому не советую один год учебы. Если все-таки у вас есть возможность поучиться два года, то получается три года рабочего разрешения. И не будет просто такой спешки, которая была у меня, и я была в панике, потому что мне нужно было найти быстренько работу, мне нужно быстренько было закончить все экзамены. И, кстати, программы тоже один из советов, когда смотрите программы в Канаде, желательно, чтобы был интерншип, особенно если вы без особого опыта работы дома. То есть если у вас нет со своей родной стороны опыта работы, интерншип всегда помогает. Алин, коротко объясните, что такое интерншип? Интерншип — это стажировка. И на самом деле, то есть это стажировка, когда компании ищут на лето, ну, не обязательно на лето, то есть на какой-то определенный срок студентов поработать, им не хватает рук, и они просто нанимают студентов. Или вообще, простым языком, дешевая рабочая сила, либо вообще бесплатная рабочая сила. Какая была ваша первая работа? Уже постоянная, я имею в виду, такая. Постоянная? Я, получается, работала в банке. И это тоже вообще какая-то история невероятная. Никогда не думала, что я вообще попаду туда. Я, когда увидела вакансию, получается, я в основном подавалась на работу через LinkedIn, я вижу вакансию, читаю ее, понимаю, что, воу, это вот то, что я хочу делать. И я прям в принципе могу делать. Какие-то вещи я не знаю, но опять-таки, когда работодатели пишут объявление, они обычно так шпигуют это объявление как какими-то невероятными словами, но по сути можно немножечко откидывать и понимать, что они конкретно хотят. И вот по описанию я подходила. И на самом деле первая мысль у меня сработала. Да ну, они же меня не возьмут. А потом я опять вспомнила, почему такие мысли все время появляются у людей, и они даже не пытаются подать. То есть минимум, что случится, это они просто не ответят. Ну да. Ну и ты как бы потратишь время на саму аппликейшн, можно заполнить там все бумажки. Да, это твое время, но по сути это возможность. Поэтому еще плюс оказалось то, что я знала одну девушку, которая уже работала в банке, и познакомилась я с ней год до того, как я подавалась. И она вообще работала в другом месте. И это результаты, так сказать, моего нетворкинга. Она меня вспомнила, я ей просто написала. На самом деле даже не я писала. В LinkedIn есть просто кнопочка, которая для тебя генерирует полностью все сообщение. Ты перечитываешь, или вообще это сообщение подходит для контекста, для твоего запроса. Я реально отправила все, что LinkedIn написал. И там спрашивалась, могла бы ли она передать мое резюме HR, который конкретно нанимает на эту вакансию. И она с удовольствием согласилась. Я получила свое первое интервью, то есть по телефону интервью, первый скрининг уже буквально через пару дней. За неделю до того, как я должна начинать, мне звонит HR и говорит, а вы знаете, мы посмотрели, а у вас студенческая виза. То есть вы не подходите, мы аннулируем ваш контракт. И на мое объяснение, что да, у меня студенческая виза, но она позволяет мне работать. И то, что если я подамся на рабочую визу в то время, пока я жду, я тоже имею право работать. То есть, как говорится, I'm eligible. Они мне вообще ни в какую не соглашаются, говорят, извините, до свидания. То есть они особо со мной не разговаривали. Поэтому мне пришлось быстрым образом ехать на Ниагарский водопад и делать так называемый flag-palling. Это когда ты идешь на сторону US, вот так вот приходишь к ним, такой говоришь, здравствуйте, и потом уходишь опять в Канаду, залендиться и податься на границе на рабочее разрешение. Но я тогда очень сильно рисковала, потому что мне-то отказ уже пришел, то есть я, по сути, без работы. И с момента того, как эта бумажка у тебя на руках, у тебя пошли часы, то есть у тебя пошли тик-так, часики, заработали, то есть все, с этого момента у тебя должен пойти опыт работы. Если я не наработала бы ровно год опыта работы, я бы потом не смогла податься на PR. То есть я как бы рискнула, если бы я прислала бумажку опять менеджеру и сказала, вот бумажка, которая вам нужна, и они сказали, ой, извините, мы кого-то наняли, или, ой, извините, все равно не подходит, то тогда бы мне пришлось искать в каких-то кратчайших строках новую работу, и непонятно, опять-таки, успела ли бы я или нет. Поэтому я очень стрессанула прямо тогда. Алина, скажите мне, какое было ваше первое жилье? Я знаю, что у вас была там довольно своеобразная история с вашими соседями. Ой, обожаю соседей своих. Жилье в Канаде дорогое, то есть на самом деле. И позволить себе там какую-то отдельную комнату, даже не комнату, а как тут говорят, one bedroom или студию, это, конечно, нужно уже зарабатывать, или хотя бы чтобы твой партнер и ты зарабатывал, и как бы вы могли жить в отдельной квартире. Когда я первый раз приехала, я сначала жила просто в комнате у женщины. Это называлась программа «Хоместей». То есть я просто снимала. Многие, кстати, приезжают, когда не знают никого, никого нет, приезжают по «Хоместей» в семью, и мне повезло, у меня была нереальная семья, там где куча детей, а просто женщина, у которой был дом, и она любила общаться со студентами и сдавала им квартиры. Точнее, не квартиры, а комнаты. И вот сначала я была у нее, у нее был прекрасный дом, она там жила, она следила за порядком и постоянно обращала внимание, или все есть, или у тебя все есть. Все было классно. Но потом она попросила съехать всех студентов, что она от них устала. Понимаю. И нужно было найти опять-таки квартиру быстренько, или комнату. И на самом деле, когда я смотрела, какие квартиры, то есть, например, я снимала за 600 долларов вот эту комнату у нее, то есть она была очень классная. И я начала смотреть, что тогда мне можно. То есть за такие деньги я даже не могла найти комнату с кем-то. То есть еще более-менее, там не в каком-нибудь, за полтора часа в Торонто, хотя в Ричмонд-Хилле, которая полтора часа за Торонто, ну не полтора, а где-то час, ну где-то так ехать, там было тоже комнаты по 700-800 долларов. И для меня вообще как? Как так можно? Это очень много опять-таки. И получилось так, что через какое-то время, через неделю я увидела объявление на Фейсбуке, что парень куда-то переезжает, и есть комната буквально 300 метров от того дома, где я жила. А мне еще и район нравился. Он был недалеко от колледжа, он был близко к озеру. Но там еще при этом, чтобы вы понимали, ты заходишь, там видно, что никто никогда не убирается. То есть там все в обуви заходят, на кухню в обуви. То есть там прям грязно. У меня, кстати, была комнатка в самом конце, и она была достаточно уютная. То есть я подумала, что если ее убрать, как-то задекорировать, повесить какие-то огоньки, я уже представляла, что я там как какой-то писатель, там достаточно красивое было окно. Но я нашла какие-то позитивные стороны, что я прям буду учиться в этом уютной маленькой комнатке. А чтобы вы понимали, когда я говорю маленькая, то есть там был такой квадрат, что даже если мне, например, пресс покачать, я как бы вот так вот не лягу. Мне нужно ноги под кровать, и все, то есть там места нет. То есть там как вот комната, как, не знаю, 3 на 3, как вот у многих людей ванные комнаты. И то вот у меня сейчас ванная комната больше, чем там комната была. Но у меня как бы не было, если честно, времени. Я, когда училась в колледже, я приходила поспать и там в библиотеку или на работу. Поэтому ничего страшного, но это было, конечно, интересно. Интересненько. Одна из идей, насколько я знаю, у вас была попасть на работу в Google. И вот такая была мечта, которую вы хотели осуществить, и вы ее опять же сумели каким-то образом осуществить. Каким? Да, да. Я, кстати, когда уже в банк попала на работу, я еще тогда подумала такая, о, вот научусь делать вот это вот все, и вот я буду уже ближе. Вот, может, меня в Google возьмут. И плюс банк очень плотно работает с Google, то есть много людей подключаются к работе, именно к каким-то проектам. И я уже просто понимала примерно, как бы, кто, что они делают вообще. Бывала в офисе. Естественно, когда мы шли в офис, там все такие, пойдем сегодня в Google офис. И все такие, ура! И у меня были такие же, если честно, ощущения. Я старалась их сдержать, но внутри у меня там танцы и карнавал. Пойдет. Да. И получилось так, что в банке я поняла, что я доросла до какого-то уже определенного уровня, и я начала искать работу. И понятно, что шила на мыло мне не хотелось менять, и если менять работу, то менять на ту, которую я очень хочу. Потому что уже место было в банке, то есть это была очень классная команда, я работала с самыми последними технологиями. После того, кстати, как я вела беседы по поводу повышения, мне подняли зарплату, повышения, правда, не дали. Но мне уже на самом деле было немножко принципиально именно повышение, потому что я понимала, что уровень обязанностей, который я делаю, ну, это на порядок выше, чем моя роль, которая была на тот момент. Алина, я могу спросить, какая была зарплата на тот момент? То есть это было что-то увесистое или так себе? Ну, для индустрии это было на самом деле немного. То есть у меня изначально было до моего повышения, до моих вот этих negotiations 65 тысяч. И что вы делали именно? Я была маркетинг-менеджером, я управляла программой лояльности, это была одна часть работы, AirMiles, может, слышали. То есть я была в команде кредитных карточек и непосредственно я управляла полностью всем контрактом и всеми рекламными компаниями, которые были в Digital и не только в Digital, которые были от лица компании AirMiles. Это была одна часть. И вторая часть, я была непосредственно вовлечена во все работы, которые были связаны с Data Science. Алина, а насколько сложно было попасть в Google? То есть, ну, это такая организация, в которую, наверное, так просто не попасть. То есть насколько там есть какой-то конкурс какой-то на место или как вообще это происходит? То есть насколько это трудно? Если честно, я даже не представляю, какой там конкурс. Даже у меня в голове не укладывается, но там около тысячи аппликаций на одно место. Ну, около. Реально зависит на какое, но очень много людей подаются. У меня был реферал, опять-таки. Что это значит? Это не значит, что тебя берут вообще. И я подавалась на три вакансии, ну, именно в тот момент, когда я поняла, что в банке мне ничего не светит. Ну, буду тихонечко подаваться. Я спросила у своего знакомого, с которым я, естественно, познакомилась через работу в банке. Я сконтактировала, попросила ему его отослать мне, так сказать, линк, через который ты подаешься. Это значит, что кто-то из Гугла тебя рекомендует. Какое-то невероятное время между тем, как ты подался и вообще между тем, как ты пришел к первому интервью. Сколько у вас это заняло по времени? Больше пяти месяцев. Ну, это, мне кажется, не очень долго или это супердолго? Это супердолго. Я не знаю. Я никогда не устраивался на работу в канале. Ну, в банк меня устроили за пару недель. Ну, то есть максимум месяц. То есть интервью достаточно быстро идут. Потом ты ждешь какое-то время. То есть я говорю пять месяцев про сам процесс. И потом я ждала три недели перед тем, как начинать. Я это время не считаю. То есть сам процесс со временем подачи. Я подалась в феврале, и я услышала о том, что я получаю оффер только в июле. А сколько пришлось пройти вот этих собеседований, прежде чем вы получили эту работу? Получается четыре собеседования. И плюс еще у них есть такой процесс, который называется... Точнее, это не процесс. Это одна ступенька. Тебе нужно пройти со всем своим резюме. HR собирает фидбэк от людей, которые тебя интервьюировали. И плюс добавляет еще какую-то там историю твою. Ты сам тоже заполняешь какие-то данные. И вот это вот все рассматривает так называемое hiring committee. Когда проходила процесс в Google, у меня был доступ к аккаунту, и я прям видела поэтапно, когда они кому-то звонят, что им отвечают. Вот то есть прям супер детально. Кто звонит, кто контактирует. Я могла, например, им написать и сказать, вот вам, например, этот телефон, если на тот вам не ответили. То есть я могла участвовать хоть немножко в процессе, это не было совсем закрыто. И вот как раз-таки вот hiring committee. И тогда уже после этого мне предложили контракт. И после контракта они только делали background check. Что в контракте, естественно, был маленький пункт, где говорилось, если кандидат не проходит проверку, то сэлявей. Скачок в зарплате после банка оказался существенной? Существенной. Очень. То есть это в полтора, в два раза, в три раза? Это не... Ну, в полтора-два раза. Понятно. Понятно. А вообще эта работа, это контракт, это постоянно, то есть или это вот что-то временное? Это постоянная. Это постоянная работа. И на самом деле роль у меня тоже очень интересная. И в то время, когда я подавалась на нее, я, как сейчас понимаю, вообще не имела понятия, где я буду работать, что я буду делать. То есть, конечно, ты понимаешь, и в одно и то же время понимаешь, что то, что написано, это, скорее всего, будет немножко не то. Это как бы нормальная история. Но сейчас, получается, я работаю со Штатами и с Канадой. Весь менеджмент у меня сидит в Сан-Франциско. Это мои главные боссы. И в Канаде я в основном работаю с несколькими командами. То есть я не совсем... То есть я такой специалист, который и там, и сям, и вам, и нам. Понятно. Алина, а вот такой вопрос. То есть вы хотели получить позицию, вы ее получили. Есть ощущение того, что, черт, наверное, может быть, зря я ее хотел, или вы в полном восторге от того, что вы имеете? Я не скажу, что я в восторге, наверное. Такого нет. Мне кажется, для меня это какое-то логическое развитие событий, которое каким-то логичным образом ко мне пришло. То есть у меня были какие-то уже expectations, как тут говорят. Поэтому я понимала, в принципе, в какую компанию я иду. Я примерно понимала, что я там получу. Теперь у меня в голове так, а что дальше? Что дальше придумать? И пытаюсь понять, чтобы мне было дальше интересно именно внутри компании, какие там есть возможности. И на самом деле сейчас реально все усилия направлены на то, чтобы понять, как все связано, кто с кем работает, и с кем мне нужно работать, и каким образом. Алина, скажите мне такую вещь. Можно сказать, что работа в такой компании патагонная, тяжелая, надо с утра до вечера работать, и тяжело дается, нет? Я думаю, что если хочется достигнуть какого-то результата, то да, сто процентов. То есть можно, конечно, чувствовать себя комфортно и не брать какие-то экстра задачи и выполнять какой-то минимум, но это всем будет видно. И это я уже понимаю, находясь там три месяца. То есть это реально очень видно и очень понятно. А когда человек непосредственно и в этом проекте, и вот это знает, и вот это вот хочет, это тоже, опять-таки, всем заметно. И самое классное, что это recognized. То есть они это отмечают, и они за это благодарны, и они это поддерживают. То есть, мне кажется, разница есть большая, когда ты реально пытаешься, когда ты вкладываешь, когда ты впахиваешь, и за это как бы особо ничего не получаешь. Да, ты получаешь опыт, да, ты пойдешь дальше. Это тоже хорошо. То есть это в любом случае хорошо. Но классно, когда у тебя есть вот это, и плюс, когда у тебя есть еще очень классное одобрение от менеджмента, и очень крутая поддержка от менеджмента. Менеджмент пытается удержать, и очень много людей переходит из роли в роль внутри компании. И, кстати, когда я проходила интервью, я потом уже спросила у одной девушки, самая последняя, которая меня интервьюировала, она оказалась самая informal на интервью, то есть другие были пожестче. И я у нее потом спросила, уже когда я начала работать, спросила у нее, а сколько ты человек интервьюировала, сколько до тебя дошло? И вот она сказала, что до нее дошло пять человек, и я была одна, кто был не из Google. То есть я была одна, как они называют, кто был external. В основном все аппликанты были внутри компании. И там я уже такая думаю, не знаю, как это у меня получилось вообще поразить всех своими какими-то знаниями или умениями, что они не взяли внутренних аппликантов, а взяли кого-то извне. Расскажите мне, как вы познакомились. Кто расскажет? Давай, расскажем. Но это долгая история. Она началась в 14-м году. Да, я в двух словах. Она началась в 14-м году. Мы познакомились через моих одноклассниц. Алина с ними училась в университете. В Канаде? Нет, это все в Минске происходило. Это все в Минске. Мы познакомились, и одна из наших общих подруг организовывала на даче как тусовку. Мы ездили на Новый год потом неоднократно. Это было как наша традиция. И мы там впервые встретились. Алина в то время... Первое впечатление, которое у меня возникло, они еще приехали с поездки, по-моему, мне кажется, с Нидерланд. То есть с Роттердама, с Амстердама. Алина и мои одноклассницы. Ее одногруппница, получается. Ну и сокурсница. И они приехали, были такие заряженные, все на эмоциях. И мне показалась, ну, такая очень эмоциональная, с такой энергетикой положительная девушка. Мне стало интересно. Мы продолжали общаться как друзья в течение двух лет. Да, то есть мы были в одной компании, мы периодически встречались. Это было не очень часто, но на какие-то... На Новый год, на какие-то дни рождения. И это у нас как традиция возникла. Вот все в одной и той же компании. И мы встречались, общались, были друзьями. Но все поменялось в шестнадцатом году. Ты прям по годам в шестнадцатом году. Да, я все помню. В шестнадцатом году... Это у тебя с датами, да, бывает вопросики? В шестнадцатом году мы уже с моей компанией, другой, которая не была с моего университета. Частично с университета, частично там составная такая компания, горнолыжников и сноубордистов. Каждый год, начиная со второго курса, мы собирались, и каждую зиму после Нового года, после сессии, выезжали в разные места, в разные страны кататься. И Алина очень хотела научиться кататься на сноуборде. У нее не было такой компании, которая бы или научила, или с кем можно было поехать. Она попросилась, чтобы включили ее в компанию. Хвостом поехала с ними в Грузию. В Грузию, да. Я переживал, потому что у меня была ответственность. Я знал Алинину маму, крестную. Она не умела кататься, там один раз вставала. И все-таки внутреннюю ответственность я чувствовал и как-то переживал. Но Алина уже на второй день в Грузии. Мы ездили в Гудауре. Уже летала лучше некоторых тех, которые уже ездят не один год. Она очень целеустремленная, поставила задачу, решила ее буквально несколько раз, спустившись с горы, взяла инструктора, и все было классно. После этой поездки у меня как-то открылись глаза, наконец. И я увидел этого человека в другой среде, с другими людьми, при других ситуациях. Ну, опять же, это статичь. Он до этого просто постеснялся сказать слово, когда он встретил меня в первый раз, он подумал, что я немножко сумасшедшая, что у меня энергии так много, что он вообще такой, что это за... Что? Кто это? Энергетика мощная, да. И мы начали встречаться в 16-м году, и уже... Я уже знала, что я поеду в Канал. Алина уже знала, что она запланировала. Ну, точнее, я очень не хотела. Да, то есть она не знала, получится или еще не получится. Она сдавала экзамены. IELTS. IELTS английский. Она готовила документы. И начав встречаться, то есть я уже заранее знал, что она работает в этом направлении, и надо было совместно решить, понять, что будет дальше, продолжаем ли мы отношения на расстоянии, потому что мы знаем десятки историй наших друзей с хорошим концом, с не очень... Сколько людей, столько историй. Вот, и мы пошли на это. У нее получилось приехать в Канаду, поступить в колледж, и она рассказала весь путь, который она прошла здесь. И наши отношения на расстояние продолжались практически два года. Два года — это большой срок. Я сюда прилетал несколько раз как турист. Мне открыли визу... Фианце. Фианце. Да, визитер. Это было визитер виза. Мы просто писали, что мы не просто встречаемся, а что он мой жених. И в 2019 году, уже когда мы подавались на... Не временное, а постоянное бит нажительство, на пиар, по программе, я уже приехал, еще не получив пиар, но я уже приехал, я окончил университет, у меня все это время была и работа постоянная, и университет в Минске. Я заканчивал архитектурный факультет, в НТУ вначале на бакалар... Ну, на специалиста. Это шесть лет обучения как в медицинском. Потом год магистратуры. И у меня... Ну, после этого я еще пошел в аспирантуру как PHD. И у меня сейчас это статус тоже. Я по удаленке, правда, это все делаю. И все, я приехал сюда. Вот такая история воссоединения. То есть мы прошли через тернии к звездам, Сказал как? Да. А скажите мне такую вещь. Ваши родители, Леша, с вашей стороны, Алина, с вашей стороны, они поддерживали вас, они говорили, боже, что вы творите, надо оставаться у себя дома. Знаете, как говорят, там, где родился, там пригодился. То есть какая позиция была? Да, на что мне мама говорила, именно эту фразочку. Ну, да, у нас немножко по-разному. Мои родители вот никогда не препятствовали никаким моим начинаниям, какие бы они ни были, они всегда поддерживали, они знали, что им будет тоже тяжело, эмоционально, то, что они отпускают, и что это не, там, в отпуск уехать, а надо все начать сначала, в другой стране, что будет трудный путь. Но они всегда поддерживают. Вы единственные дети у своих родителей? Нет, у меня есть младшая сестра. Я единственная, и в моем случае, ну, мама, она всегда мне при каждом любом, так сказать, при любом звонке, она пыталась, ну, может, домой, ну, что ты там забыла, ну, зачем тебе это? Да, но она при этом, когда она говорила, мне кажется, она знала мой характер, и мне вот как об стенку горохом. Подсознательно, я думаю, где-то все равно понимание было, ну, то есть, что... Ну, да, но при... Все, ты поехала за своей целью. Ну, да, но при этом все равно мне иногда было, конечно же, тяжело, когда я здесь находилась. Были какие-то моменты, где там что-то не получалось, я супер расстраивалась, иногда были разные мысли, типа, вообще реально, что я здесь делаю? И, как говорится, зачем мне это все нужно? И когда еще мама тебе говорит, зачем тебе это все нужно? И ты такой, блин, а зачем мне это все нужно? О! А ваш союз между вами, обеими родителями, обеими сторонами родителей, они были полностью поддержаны? Да? Да, ну, то есть, это вообще без вопросов, мне кажется. Они у нас дружбаны. Да, они общаются, они общаются и без нас, не так, как иногда бывает, что приезжают, семейство собирается, или по каким-то праздникам на свадьбе там и так далее. У нас они ездят друг к другу в гости, у меня родители живут в Минске, у Алины в Пинске, и там приезжают и к Баньку в Пинск, там и Минск к моим родителям, то есть все замечательно. Леш, я знаю, что вы архитектор, как вы работаете? Вы сейчас дистанционно работаете на Беларусь, или вы работаете на Канаду? Я работаю уже полгода в Канаде, именно в канадской компании. Я могу в двух словах рассказать мой путь. Я работаю и над проектами в Европе, и на канадскую компанию. Когда я приехал, начиналось все с того, что у меня здесь не было работы никакой. Я приехал, и опять же, было много знакомств и круг общения. С предыдущих моих поездок как турист, Алинина окружение, знакомая знакомых, я начал работать с замечательной компанией Smart Idea, которую возглавляет Татьяна, общая знакомая. И она поставляет в Канаду такой бренд, как Tone, это дизайнерская мебель с Чехии, и кухни. Я выступал как дизайнер-консультант ее компании, очень плотно работали, общались, посещали выставки. Потом параллельно я продолжал свои проекты. У меня компания, своя практика вместе с партнером в Минске. Он остался в Минске. И мы продолжаем вести проекты узконаправленные такие. Это кинотеатры. В Беларуси, в России они активно строятся. Сейчас во время пандемии немножко все приостановилось, но сейчас уже в активной фазе несколько проектов. Из моего небольшого опыта, я здесь всего лишь два года, и я скажу так, что знакомство, нетворкинг, это огромная часть вообще всего того, что может быть с тобой в будущем. Ты не можешь предугадать, как это пригодится в будущем. И на одном из, вот один из этих курсов и одна из этих лекций мне как раз-таки помогла найти мою текущую работу. девушка с компанией Forex, на которой я сейчас работаю, компания Forex, и она приходила и делала буквально 15-20 минутный рассказ про свою историю, как она приехала с Греции, как получила здесь первую работу, лицензию и стала архитектором. И потом, потом подаваясь и ища какие-то работы местные, потому что я хотел получить именно местный опыт работы и именно в своей специальности, я увидел, увидел компанию, в которой была открыта вакансия на контрактную основу, на определенные проекты, и увидел через LinkedIn, что она работает в этой компании. Я с ней соединился напрямую, помимо того, что я отправил резюме, я с ней соединился, и она мне тоже дала реферу. И это, я думаю, в значительной степени помогло, по крайней мере, на первых этапах. Меня пропустили через этап интервью с рекрутером или с HR. Я сразу же прошел на этап общения с директором по архитектурной части, с директором по HR, и процесс очень быстро прошел, и меня взяли... Четыре дня. Четыре дня, и я уже начал работать. Ну, я уже ставил подписи под первыми контрактами на первые проекты. Алин, вопрос к вам. Я знаю, что вы открыли женскую группу. Почему? Зачем? Вообще, начиналось все... Сейчас, конечно, если честно, во время пандемии мы приостановили свою деятельность, потому что в основном все ивенты были оффлайн. Вот. Опять-таки, не знаю, это было очень много энергии, и была комьюнити уже какая-то девчачья, и мы видели, что приезжают такие же девчонки, вот как и мы, например, я вспоминаю там себя первую, вторую, третью неделю, и где найти друзей, где найти каких-то подруг, знакомых, вообще с кем-то, какого-то общения очень не хватало. Понятно, что дома есть друзья, знакомые, но 8 часов разницы, ты не всегда успеваешь поговорить, пообщаться, иногда сложно объяснить какие-то внутренние вещи, которые происходят именно в стране, или какие-то эмигрантские штуки людям, которые находятся в другой стране, то есть это не совсем понятно. И поэтому мы решили организовывать ивенты. Началось все, кстати, с такой барахолки, которую мы устраивали, свап-вечеринка, где притаскивали разные вещи, и все менялись, то есть, например, хочешь эту кофточку, ты забирай, а я вот эту принес, забирай. Вот именно плюс мы все, все вещи, которые оставались после таких свап-вечеринок, мы относили в donation. То есть все вещи, которые они использовали, они непосредственно уходили в добрые руки, так сказать. То есть это с одной стороны, и ты знакомишься с людьми, выбрасываешь, очищаешь свой гардероб, и еще какие-то хорошие вещи отдаешь кому-то другому. То есть началось все с этого, потом мы начали устраивать фото, фото-дни, где тоже встречали, то есть мы непосредственно планировали, находили фотографа, находили девчонок, и делали именно фото-день. Расскажите мне, где и как вы поженились? Ну, у нас... Два раза женились. Два раза. Два раза. А что, уже разводились уже, что ли? Нет, нет, нет. Это происходило все так. Первый раз мы, это опять же, перед переездом сюда, в Канаду, собственно, мы подавались уже и на документы вместе, как семья. Мы уже приняли решение еще до этого, уже давно, что мы идем уже этот путь до конца, как бы все... Я спрашивала у Леши, ты хочешь в Канаду, ты хочешь быть вместе? Все он должен был решить. Да. Либо он переезжает, либо он остается, и мы два корабля, два разных плавания. Продолжаем общение, но в другом статусе, как говорится. Нет, все было обоюдно, здесь даже не было каких-то сомнений, так скажем. В один из оленей прилет на Новый год, мы решили, что мы раскишемся. Я пошел, записался в ЗАГС. Он же работу сделает. Подготовился документы. Пожалуйста, я прилетаю по такому-то числу. Да, мы решили это уже заранее. Да, есть две недели. Мы это решили заранее до Алининого прилета. Я уже записался, мы это все быстренько организовали. Не было никаких помпезных церемоний, совершенно ничего не было. Алина прилетела. Мы сходили на ЗАГС. Я сделал предложение. То есть мы знали, что мы будем расписываться, но Алина не знала, будет ли предложение, или мы просто пойдем распишемся и все. Я сделал красивый ужин, сделал предложение. У меня в тот ресторан не пустили сначала, представляете? Я пришла там в каких-то штанах, ну то есть я пришла в кроссовках. Кроссовках. Дресс-код, да? Да, то есть пришла как надо, как нормальный человек. Они говорят, девушка, нам нужно в платьях. Я такая, в смысле? Я говорю, я лучше выгляжу, чем та девушка в коротком платье. А между вами решение сделать предложение, что было? То есть кто решил первым, что мы женимся? Я даже не помню. Но это как-то пришло само собой, мне кажется. Да, это на самом деле такой... Разговор зашел о дальнейшем переезде. Мы съезжаемся, нам надо подавать документы, как нам это лучше сделать. И мы хотели в любом случае расписываться. Сейчас это было бы, через год было бы. Но мы посчитали, что это надо сделать для того, чтобы... Проще было. Мне проще было бы приехать, допустим, а не по спонсорским программам. И ждать еще сколько-то там лет. И сколько вам тогда было? Сколько было? Сколько было? Так, ну, 18-й год. Я не знаю, сколько вам лет. 15 лет. А, мне 27. Нам было 23 года. Нет, какое 23? 24. 24 было. Мне 23. 24. Буквально месяц назад мы уже наконец-то организовали красивую церемонию с родителями, о которой мы мечтали мы хотели в маленьком кругу семьи это сделать, запоминающейся, чтобы были фотографии с шикарным видом, чтобы с хорошими эмоциями. Я знаю, что вы были в Дубае. Это была свадьба там или это было после свадьбы? Это была... Это вот сейчас было, месяц назад. Это уже красивую церемонию. Мы организовали спустя 3 года. Да, 3 года. А для кого она была? Для вас двоих или кто-то еще присутствовал там? Родители. Родители и мы. А, то есть вы все были в Арабских Эмиратах? Да, мы собрались, это был отпуск у всех родителей, прилетела моя сестра. Мы не виделись 2 года уже. Мы не виделись практически 2 года из-за пандемии. Это все должно было быть годом ранее. Мы уже забронировали все. Какое? Даже полтора года. Вот именно когда пандемия начиналась и никто не понимал, что будет дальше. Мы уже все забронировали и должны были провести церемонию в Европе, в Санторине, в Греции. Вот. Но потом все поменялось. Ну, вы, в общем, достаточно молодые ребята, поэтому, я не знаю, было у вас вообще ощущение какой-то ностальгии, вот привыкание к новой стране, тянуло обратно, а где же моя мама с папой? Или ничего такого не было? Ну... Мы очень разные, скажем так. У кого-то было? У меня было, да. И есть, как бы, по каким-то вещам и ностальгия, и ощущение, что хочется какого-то общить. Ну, то есть, скучаешь по родным, это, конечно, в первую очередь. По друзьям тоже. Одно не виделись уже, ну, уже много лет, и все разъехались с Минска. Кто куда? То есть, во всех концерт мира. Я немножко другая, мне кажется. Мне кажется, если бы у меня преодолевали эти чувства, если бы их было много, я бы ничего не смогла сделать, потому что я бы все время думала, а вот, я скучаю, там, ностальгия. У меня как таковой ни ностальгии, ни скучашек нет. Какие-то... Кремень, в общем, а не девушка. Вот. Ну, понятно, что иногда ты такой думаешь, было бы классно увидеться, но с другой стороны, ты понимаешь, ну, тогда чего ты здесь делаешь, тогда зачем ты переехал. И как-то это по-другому, мне кажется, у меня в голове воспринимается. И вообще я люблю все новое пробовать и куда-то переезжать. У меня мама ржет и говорит все время, что я лягушка-путешественница, что мне все время чего-то надо, куда-то идти, ехать, поездки, бежать. поэтому, думаю, Канада, это не наше последнее место. У меня такое ощущение. Ну, да, будем смотреть. У нас пока что, пока что ближайшие цели это получить вот весь опыт и багаж знаний и работы, которые, что мы можем здесь взять, плюс еще с документами определиться. Дальше увидим, еще впереди огромный, длинный путь. У меня немножко по-другому, в плане, у меня, я вижу, зачем я, я тут перспективы вижу, плюсы, минусы вижу, но я могу это сочетать тоже и с тем, что я скучаю и ностальгирую по каким-то вещам. Но это не перекрывает основной цели и настоящего момента, в котором я живу. Последний вопрос в интервью вам обоим. Я в конце обычного интервью всегда прошу воспользоваться возможностью, что человек говорит на аудиторию и он в принципе имеет возможность сказать что-то важное, какой-то важный посыл, какой-то месседж, сообщение зрителю. Вот в вашем случае что бы это было бы? Мне кажется, в моем случае я бы сказала не ставьте себе каких-то границ и преград, все реально возможно, вот правда. просто быть открытым каким-то событием и они просто таким образом придут в вашу жизнь. И еще одно очень важное, ну опять-таки для меня, это верить в себя, в свои возможности, потому что когда ты не веришь в себя, то почему кто-то другой должен верить в тебя? Надо быть открытым и событием и людям, знакомиться с людьми, это невероятно интересно познавать этот мир и ты никогда не знаешь какие общения и где могут тебе пригодиться и как это вообще вернется к тебе обратно. Знакомиться с культурами со всего мира, потому что это невероятный багаж знаний, который рано или поздно тебе пригодится и вообще жизнь она интересная. ты никогда не знаешь куда тебя привезет, в какой стране ты будешь жить и кем ты будешь работать, что тебе будет нравиться. Так что просто наслаждаться жизнью и видеть видеть этот путь. Любить себя, жизнь и людей. И людей вокруг. Ну правда, кстати, если бы мне кажется я не любила людей вокруг, мне бы ничего не было. Ребята, мне осталось сказать спасибо большое, замечательный по-моему разговор. У нас получился много интересного я услышал, я надеюсь зрителям это было интересно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...